Мой Междуреченск. Твое приложение. Об этом в сегодняшнем выпуске. А также не пропустите на телеканале «Июнь» новую серию телепроекта «Жемчужина Междуреченска» в Бильярдной. В эфире третья серия телепроекта «Жемчужина Междуреченска». Сегодня девушкам предстоит попробовать себя в бильярдном спорте. Они выполнят интересные задания и испытания. А кто-то впервые возьмет в руки кий. Принимает в гости красавец Междуреченска русский бильярд. Во дворце культуры имени Ленина состоится грандиозное шоу. «Жемчужины Междуреченска» покажут себя на подиуме. Приходите посмотреть на красоту и грацию. Ну, мастер-класс для вас показывают девушки Иван Ткачук и Денис Давыдов. Очень много достижений у них, успехов. Иван Ткачук занял второе место на чемпионате России и тогда ему присвоили мастера спорта. Верно, Иван? А Денис Давыдов регулярно также у нас выиграет и городские, и областные турниры. Поэтому учимся, смотрим, запоминаем приемы и просто наслаждаемся красивой игрой. Началась подготовка к паводку. Первые работы по рыхлению льда провели в Кемерове на реке Тонь. А накануне междуреченские спасатели и взрывники побывали в поселке Теба Междуреченского городского округа. Анна Саустова с подробностями. Любителей подледного лова не пугает весна. Они оставляют за собой рыбные места. Лед в поселке Теба действительно утверждают специалисты крепкий и достигает метровой толщины, но по руслу уже видны промоины структура. Не та, что зимой. Вчера подготовительные работы провели в поселке Теба. Сегодня вот уже взрывные работы. Вот вчера даже бурили, везде вода. Структура льда нынче настораживает. Это фактически не чистый лед, это намороженная шуга. А учитывая, что сейчас, если теплое время продолжительное будет, оно будет разрушаться прямо на глазах. Чтобы поводок прошел максимально безопасно, на заторы опасной участки вышли взрывники. В Тебе они начинают работу на реке утром. Здесь необходимо подготовить одновременно два участка. Сегодня проведены работы по ликвидации пешего ледового перехода и по рыхлению льда на затороопасном участке вблизи поселка Теба. Всего использовано 120 килограмм взрывчатых веществ. Все работы проведены в полном объеме. Вскрытие рек ожидают в середине апреля. Оно должно быть максимально безопасным для жителей районов. Работы в Междуреченском округе только начались. На следующей неделе специалисты ГОИЧС, взрывники и спасатели подорвут лед на реках Вартони и в поселке Майзас. Анна Сауства, Игорь Ковалев. Новости. Мой Междуреченск. Температура воздуха в последние дни плюсовая. Идут дожди. Все это приводит к активному таянью. Лед на реках уже не такой крепкий. На этой неделе в районе Междуреченска закрыли три ледовые переправы. Структура льда меняется и плюс промойна от ручья. На территории Междуреченска семь ледовых переправ. На неделе государственная инспекция по маломерным судам закрыла три. Возле дома спорта и две через реку Томь к подножию горы Югус. До первого апреля в регионе по решению коллегии администрации Кемеровской области все пешие автомобильные переправы будут закрыты. Лед небезопасный, говорят специалисты. Вскрытие рек прогнозируют в середине апреля. Жители региона просят помнить о правилах безопасности. Хочется обратиться к любителям подледного лова рыбы, что структура льда меняется. И даже в коем случае нельзя не выходить на лед, не проверять его толщину, топая ногами. Во многих местах лед промывается и уже может быть чревато последствиями. То есть в первую очередь нужно думать о своей безопасности. Весна преподносит сюрпризы не всегда приятные. Так, в квартирах многоквартирных домов с потеплением закапало с потолков. Специалисты говорят, что контролировать ситуацию должны управляющие компании. Что происходит на самом деле в нашем материале? 20 часов 20 минут потекло со стороны, с большой комнаты, со стороны подъезда. Жители 39-го дома по проспекту строителей накопили уже целый видеоархив. На кадрах собственная квартира в воде. Она капает с потолка. Тазы уже не убирают. В любой момент капель может снова начаться. Вот это вот у нас ночью только кончилось. Целые сутки лилось. А началось у нас вообще с 17-го числа течка по квартирам. Оно и в 6-й квартире затекло, и в 12-й квартире затекло. Оно по всей там, по периметру, потому что все прошло. Потому что начали уже кричать, когда парень пришел там сбивать лед. Вот. И там, говорит, начали выскакивать. У нас тоже потекло, у нас тоже потекло. Нелли Жернякова в этой квартире проживает уже около 60 лет. Хозяйка рассказывает, что весну ждут каждый год с опаской. Капает с потолков уже далеко не первый сезон. Женщина хранит заявления и ответы на них десятилетней давности. Была одна надежда – на капитальный ремонт. И вот его сделали. Капитальный ремонт закончили. Крышу делают в ноябре месяце. Первая весна – и мы уже потекли. Протечки кровель – одна из острых коммунальных проблем в весенний период. После зимы выявляются слабые места. Это зона ответственности у нас управляющих компаний. У нас в государственной жилищной инспекции открыта горячая линия по данным вопросам. И жители, если видят, что управляющие компании никак не реагируют, не принимают меры, могут обращаться к нам, чтобы мы уже провели проверку внеплановую и выдали соответствующие просписания либо предостережения. Дом обслуживает управляющая компания «Жилсервис». Жители обратились туда сразу, как только началась капель. На месте побывал специалист. С жителями мы составили акт. Позвонила прорабу этой фирмы, фонда капитального ремонта, которая сказала о том, что высылает бригаду, которая все исправит. Я считаю, что жителям нужно обратиться в РЖКК, потому что они являлись заказчиком фонда капитального ремонта. Я думаю, что будет все хорошо. Если какие-то есть неполадки или какие-то недоделки, то фонд капитального ремонта все исправит. Вода капает с потолка и в квартирах по соседству. Жители жалуются также на неработающие водостоки. При первой весне новая крыша не прошла проверку. Изменится ли ситуация и как скоро, узнаем позже. Анна Забродина, Михаил Чеканов, Новости, Мой Междуреченск. Похоже, весна действительно вступила в свои права. Какую погоду обещают синоптики на ближайшие дни? Смотрите прямо сейчас. В выходные дни будет определять погоду заклон южный из районов Казахстана. В субботу мы будем находиться в теплом его секторе. Сохранятся осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Также порывистый южный ветер и положительные отметки днем плюс 3, плюс 8, ночью минус 3, плюс 2. В воскресенье характер погоды существенно не изменится. Также слабоположительные отметки и ночью, и днем осадки и ветер. Мы уже привыкли легко узнавать, какая будет погода. Все это благодаря метеорологам. 23 марта они отмечают профессиональный праздник. Об этом в дайджесте. А также расскажем о том, как школьники определялись с получением профессии. Судебные приставы ведут работу по взысканию долгов. А сотрудники ГИБДД проводят профилактическую операцию каникулы. Смотрим. В выборах президента России 18 марта приняли участие порядка 83% жителей региона. На 4% больше козбасских избирателей пришли на выборы этого года по сравнению с 2012. Галочку в бюллетень поставили 84% междуреченцев. Губернатор Аман Тулеев выразил благодарность телекомпании «Июнь» за освещение выборов. Междуреченский отдел службы судебных приставов проводит рейдовые мероприятия по взысканию задолженностей, в том числе по алиментам, услугам ЖКХ. С 1 января 2018 года взыскали порядка 12 миллионов рублей в пользу налогов, которые перечислены в федеральный бюджет. Ведут работу со злостными неплатильщиками. Возбуждают и уголовные дела. На исполнении ВСП по городу Междуреченску находятся более 18 тысяч с половиной исполнительных производств. Из них 270 исполнительных производств в пользу Козбаса «Нергосбыта» на общую сумму 7 миллионов 776 тысяч рублей. А также в пользу МУПРКЦ у нас находятся 1724 исполнительных производств на общую задолженность более 94 миллиона. В пользу алиментов у нас находятся 1282 исполнительных производства. У школьников начались весенние каникулы. Дорожные полицейские стоят на страже детской безопасности. На этот раз рассказали ученикам 19-й школы о том, как правильно переходить дорогу, о ношении в темное время суток свето-возвращающих жилетов. На очереди операция каникулы. Всемирный метеорологический день отмечается 23 марта. Организация занимается вопросами погоды, климата и воды. Ведут наблюдения и в Междуреченске. Штат местной станции насчитывает 13 сотрудников. Следят за атмосферным давлением, температурой, влажностью воздуха. Результаты служат для изучения климата Кузбасса. Всего в регионе работает 21 метеостанция. Городская ярмарка «Мой выбор» прошла в Междуреченске в десятый раз. Цель мероприятия – создать условия для профессионального самоопределения девятиклассников. Школьникам рассказывают, где продолжить обучение и об основных направлениях в мире профессий. Участие в ярмарке приняли более десятка учреждений профессионального образования. НПК для малышей. С микрофоном и перед зрителями, как взрослые. Без поддержки мам не обойтись, ведь изучать профессии с родителями куда интереснее. Городская конференция среди дошкольников прошла впервые. О богатом мире профессий рассказали 14 воспитанников детских садов. Всемирный день водных ресурсов отметили в детском саду «Красная шапочка». Почему вода так нужна человечеству, в чем ее польза и почему ее нужно беречь. Кто с водою чистой дружит, тому врать совсем не нужно. Также дети вместе с родителями приняли участие в играх и конкурсах. Присоединяйтесь к нашей команде. Видите что-то необычное, интересное, удивительное, снимайте и присылайте нам. А сейчас новости от тех, кто уже стал нашим народным корреспондентом. Туманный вечер. Дымку сняли народные корреспонденты. Дети вместе с родителями вышли на сцену гимназии номер 24, показали свои таланты на фестивале творческих семей. Победителями стали Гридасовы. Кадры смертельной аварии на трассе Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк столкнулись «КамАЗ» и «Шевроле-Авео». Последствия ДТП сняли на видео очевидцы и поделились кадрами в социальных сетях с призывом быть внимательнее на дорогах. По предварительным данным, водитель большегруза при перестроении не уступил дорогу попутному автомобилю. 28-летняя пассажирка легковушки скончалась в больнице. Еще один пассажир и водитель «Шевроле» получили травмы. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кузбасс встречает весну безопасно. В регионе ликвидируют ледовые переправы. Момент взрыва очевидцы успевают снять на смартфоны. Вера Фефилова. Народные новости. И к новостям спорта. Весна пришла, но на комплексе «Югус» продолжается зимний сезон. Снег есть, будут соревнования. Сотни лыжников-гонщиков со всего Кузбасса соберутся на традиционный трехдневный турнир «Югус Тур». Это зрелищный спринт, средняя дистанция и забег в гору. Болельщиков ждет незабываемое спортивное шоу. Старт «Югус Туру» дадут 30 марта. Начало в 12 часов. Компания «РТА Телеком» приглашает всех горожан подключить отличный интернет по самым приемлемым ценам. Скорость 100 мегабит в секунду всего за 400 рублей в месяц. Выбирайте надежное подключение с проводами или мобильное без. На любых устройствах действует акция при подключении от другого провайдера. Вы получите 500 рублей на счет. Ждем вас в «РТА Телеком» на «Строителе 67» или звоните по телефону 8 800 550 90 27. Будьте в нашей команде. Сделаем новости Междуреченска вместе. Присылайте нам свое видео. Присоединяйтесь в группах в социальных сетях. Смотрите на трех телеканалах. Июнь, РЕН-ТВ и Кузбасс 24. Не забудьте включить июнь. Участницы конкурса «Жемчужина Междуреченска» учатся играть в бильярд. До встречи.